Пересмотрев кучу видеоматериала в интернете, я остановился на вот такой конструкции. Это инжекционная горелка. Там же на просторах интернета нашел этот чертеж. По нему и буду делать. Труб нужного диаметра у меня как обычно не нашлось, поэтому буду использовать какие есть. А поскольку вы смотрите это видео, значит у меня все получилось. В качестве форсунки буду использовать болт под шестигранник, в который будет вкручиваться наконечник от сварочного полуавтомата. Его диаметр отверстия равен 0,8 мм. Также для этого проекта пришлось купить пропановый редуктор и газовый шланг. Для начала режем трубу в размер 180 мм. Это будет часть корпуса горелки. Как обычно эту работу выполняю при помощи УШМ. Перед дальнейшей обработкой лучше очистить заготовку от старой краски. Так приятнее работать, да и все равно она потом обгорит от температуры. Лучше всего, на мой взгляд, с этим справляется коралловый диск. Такие диски используют в основном в автокузовных мастерских. И применяются также для снятия ржавчины и старых лакокрасочных покрытий. Теперь размечаем диффузор и носик горелки. На диффузор я оставил 120 мм, а на носик 35. Для разметки окружности воспользуюсь старым лайфхаком. Просто оберну трубу листом бумаги. В моем случае чертежом. Также разделил трубу на 8 частей вдоль. И можно резать. Сделаем 8 пропилов. И край трубы можно будет сжать при помощи обыкновенного хомута. После чего снова режем болгаркой. Диаметр будущего диффузора нужно подогнать под диаметр трубы смесителя. У меня получилось вот так. Чтобы труба не разошлась, прихватил все сваркой. И теперь наш будущий диффузор можно обваривать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для обработки конуса использую малую продольную подачу. А поскольку крутить ее пришлось бы очень много, на скорую руку сделал приспособление к шуруповерту. Выглядит оно конечно не очень, но зато очень действенно. Приспособление к шуруповерту мы получили. Теперь привариваем трубку, в которой будет смешиваться газ с кислородом. И продолжаем. Носик горелки будем завожать таким же способом. Поделим на 8 равных частей и сделаем пропилы уши. Субтитры сделал DimaTorzok Корпус горелки почти готов. Осталось сделать конфузор и приварить его. Технология изготовления точно такая же, поэтому показывать ее не вижу особого смысла. Его также привариваем к корпусу и переходим к форсунке. Ее, как я уже говорил, будем делать из болта. И для этого переходим к токарному станку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня он получился не очень, но я пока только учусь. Ну вот уже почти все готово. Жиклер немного решил утопить форсунки, тем самым увеличил расстояние для регулировки. Остается только сделать крепление форсунки к корпусу и покрасить. Для крепления буду использовать сталь толщиной 3 мм. Наша горелка полностью готова и можно переходить к испытаниям. Закрепил я ее в тисках в мастерской для настройки. И об этом я очень быстро пожалел, так как через время просто стало нечем дышать. И я переместился на улицу, где ее и настроил. Как она работает мне очень понравилось. Если будете изготавливать, делайте также 3 регулировки. Это регулировка газа на редукторе, регулировка воздуха и регулировка глубины форсунки в конфузере. Увеличив давление газа до половины атмосферы, удалось очень быстро нагреть металлический пруток диаметром 14 мм. Дальнейшую же регулировку буду производить непосредственно в плавильне. А пока по ней нужен ваш совет. По форме и материалам изготовления. И собственного опыта. Ну а на этом у меня все. Если понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Я думаю им будет так же интересно, как и вам. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok